Взять в руки винтовку военных лет, гранату и котелок, примерить плащ-палатку. Такая возможность была сегодня у серпуховских школьников и студентов. В молодежном центре «Патриот» прошло интерактивное мероприятие, посвященное 76-летию начала битвы под Москвой. Военную эпоху вместе со школьниками погрузили Сима и коллеги. Прикрепить штык к винтовке и снять его для ребят совсем непросто. Но школьники из 13-й школы все же справляются с этой задачей. О войне написано много книг, снято немало фильмов. Но для каждого нового поколения Великое Отечественное становится все дальше. Ощутив себя солдатом, гораздо легче понять историю и запомнить значимые даты. Мы думали, что будет какой-то зал, где мы будем сидеть, и будет представление про Великую Отечественную войну, а тут целый повидно. Зал с оружием, с кадетами. Можно посмотреть самим интереснее, потому что ты не сидишь и не просто смотришь, а ты сам развиваешься. Кадеты рассказали ребятам о военной экипировке, показали, как одевать противогаз. Вместе с руководителем военно-исторического клуба «Серпуховский рубеж» познакомили с особенностями солдатской жизни. Когда солдаты шли в штыковую атаку, они выполняли следующую приемку и шли на врага. На самом деле, если такие мероприятия будут чаще делать, то наша молодежь будет больше развиваться, углубляться в такие темы. Тем более Великая Отечественная война для нашей страны очень важна. Участников мероприятия знакомят и со знаками различия военнослужащих 40-х годов прошлого столетия. Ребята сверяют лычки и отгадывают, кто стоит перед ними. Простая выставка предполагает – пришли, посмотрели, ушли. Интерактив предполагает участие зрителя в неком действии. Здесь они смогут не только узнать и увидеть, а своими руками попробовать на себе всю тяжесть солдатской доли. Скатать шинель, намотать портянку на ногу и засунуть её в сапог. Ребятам было предложено и продемонстрировать свои знания, ответив на вопросы о Великой Отечественной войне. Мероприятие заинтересовало не только юношей, но и девушек. Также, например, я узнала о том, что на лопате можно было что-то жарить, бросая её в костёр. Тоже очень интересно. Интересно посмотреть на оружие, интересно посмотреть на боеприпасы, также посмотреть, как одевались в те времена люди, чем они оборонялись. В этот день в молодёжном центре «Патриот» провели сразу три экскурсии. Более ста школьников и студентов смогли погрузиться в эпоху военных лет.